Книга открытым оком, 15 том, тема богослужения, вопрос 2926. Так зачем так усложнили само богослужение по разным типиконам, что простому батюшке и не совершить правильно все службы? Не проще ли сделать, как у баптистов, Библии и сборник духовных песнопений? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос не по Библии и очень уж опасен и запутан. Так все зашифровали, да еще и на непонятном языке. Но и на самотек, и на самодеятельность пускать опасно. В Ветхом Завете было все строго регламентировано. Псалом 32.3. Пойте ему новую песню, пойте ему стройное с восклицанием. По мне бы лучше все упростить, и чтобы абсолютно все было понятно любому впервые вошедшему. 1 Калифинам, 14 глава, 24 по 25 стих. Но когда все пророчествуют, и войдет то неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц поклониться Богу и скажет, истинно с вами Бог. Усложнение было, опять же, от невозрожденности пастырей. Может быть, самым добрым замыслами ответственные за будущее архипастырии написали столь усложненные богослужения, чтобы неуч, неуч, мог бы по ступенькам хотя бы передвигаться. Мне очень напоминает наше положение то, что с язычниками произошло. Премудр Соломона, 14.16. Потом, утвердившийся временем, этот обычай соблюдаем был как закон. Стихотворение. Я, управитель плут, советчик ложный, торгаш бессовестный, друг ненадежный, сосед злословящий, богатый скряга, чьей смерти ждут наследники как благо. Бесчестный казначей, служитель бражник, глашатый лживый, нерадивый странник. Я нищий, жалкий, но высокомерный, правитель алчный, царь жестокосердный. Я вестник, с доброй вестью опоздавший, посредник, поводом раздора ставший. Я царь-изгнанник, царь лишенный трона. Я царь-тиран, не знающий закона. Я воин, побежденный и несчастный. Я самовластный князь, судья пристрастный. Я полководец робкий и бесславный, слуга лукавый, раб самоуправный. Я песня, сочинитель опозор. Для обвинителя я приговор. Когда-то раньше не творил я зла, мне отовсюду вслед неслась хвала. Но все прошло, мой мир перевернулся, и ныне я носитель многих зол. К одним пришел я, ибо обманулся, другие я по слабости обрел. Из-за всего, что ныне перечислил, всего, чем ныне утрудил тебя, что тягостей тебе, что тягостней тебе и ненавистней, каким грехом я покубил себя? Что совершить, и как тебя восславить, рабу, который скорби утомим, как от грехов своих себя избавить, представ пред святым величием твоим? Сколь велико скажи твое терпение, и долго ли будешь ты меня прощать, и долго ли будешь, Господи, молчать, мои земные виде прегрешения? Тебе совсем мою презреть бы речь, тебе б не слушать слов моих ничтожных, не для меня ли карающий твой меч? Я заслужил, чтобы мне обречь, на кай, что ждет преступников безбожных. Но ты меня, бледущего во мгле, и прочих мне подобных на земле, врачуешь добрым светом милосердия, чтоб душам нашим обрести бессмертие. Там, где мерцает неземная синь, нас грешных не по нашему усердью, ты одаряешь, Господи. Аминь. Григорий Нарекации.